Пионерская зорь Три, четыре, раз, два, три, четыре Прямее, прямее держитесь Ходьба закончится Теперь надо потянуться и глубоко подышать Спорт – это жизнь Доброе утро! Давненько не виделись А за это время столько всего произошло Что даже короткое перечисление всех прошедших событий Заняло бы более часа времени Но мы с вами вынуждены крайне экономить сей ресурс Ибо основное время нашей жизни нам критически необходимо Для того, чтобы создавать видимость суеты, беготни, важности и занятости Посему будем максимально краткими Но все равно обсудим некоторые моменты Которые нами были замечены, отмечены и зафиксированы А также, разумеется, те штуки, которые вы могли бы пропустить Хотя пропускать их не стоило Смелый фильм о бархатном БЖФ-кэмпе Где более 30 БЖ-практиков Замечены в компании трех банок пива и двух бутылок вина Вызвал подгорание сопла у некоторых наших зрителей Но, слава богу, обошлось без отрыва от Земли И тем более без выхода в открытый космос Что соответствует особенностям нашей космонавтики Громко пшикнуть для отрыва от поверхности И тут же бесславно приземлиться Если и блюстители морали и пристойности И те, кто ими пытается казаться в перерывах Между перекурами за гаражами Чтобы никто не видел Вышли бы на орбиту Жизнь веселее бы не стала Обязательно посмотрите это видео Изрыгните коммент и порадуйтесь за тех людей Которые могут себе позволить отдыхать Без оглядки на присутствие камеры Помните, что нездоровый образ жизни Не в бокале вина на праздник А в нездоровых головах Рождающих нездоровые оценочные суждения По видеороликам в интернете И также знайте, что все эти ребятки Шикарно исполнившие роли в этом видео На следующее же утро пошли на тренировку Где мы записали шикарный видеокурс Mission Unpossible О том, как сделать свой гард Максимально неудобным для соперника И непроходимым Основные принципы, концепции И методы сохранения непреодолимого гарда Вам точно это пригодится Смотрите полную версию видеокурса На сайте BGJ School Online Ссылочка будет в описании Почему вы не пропускаете ни одного BGF Кэмпа? У вас здесь блять охуенно Мне нечего добавить Ну а теперь о спорте Боже, сколько всего произошло За время наших импровизированных каникул Для проекта Ньюзости ACB JJ Турнир Rock'n'Rolling 24 До сдачи и многое там кое-чего по мелочи Но смело можем сказать, что Все прошло замечательно Кто чего был достоин, тот то и получил И готовятся к следующим стартам Про турнир ACB JJ Коротко, лаконично, но точно Дал комментарий Евгений Тараканов На самом деле турнир прошел Больше положительно Готовимся к ACB World В декабрю В общем, удачи амбициозным чемпионам И кайфа не амбициозным лайфстайлером Загид, он долголиков затащил? Долголиков, знаешь, он такой непредсказуемый тип Он может в любой момент выстрелить А может что-нибудь исполнить Я сам, не знаю, его столько лет тренирую Чего он может, я до сих пор не подозреваю Человек-загадка Турниры от RGSA, Rock'n'Rolling 24 И до сдачи Мы достаточно подробно освещали В ленте нашего паблика BG Freaks ВКонтакте Более того, еще продолжаем выкладывать Отдельные интересные схватки Отснятые на данных ивентах Опять же, следите за лентой Ах, ну да Помимо того, что все получили то, что заслуживают Кто за что боролся, как говорится, на то и напоролся Обязательно находились и те люди Которые по незнанию правил Либо совершали грубейшие, непоправимые ошибки Во время борьбы на татаме Либо во время предъявления претензий судьям И дабы вы могли в будущем Избежать подобных конфузов Мы для вас подготовили Специальный видеокурс по правилам Со Станиславом Варшавским Разумеется, на русском языке Поскольку публикуется этот видеокурс На нашем сайте BGG School Online Хороший вопрос еще С точки зрения, что Относительно новая редакция правил Что если я использую нелегальный захват Чтобы выйти из сабмишна Я дисквалифицируюсь То есть, пример Игорь мне закидывает треугольник А может так головой только Чтобы видно было всем Игорь мне закидывает треугольник Я беру Нахожу И, ну, не знаю Это может быть случайно Ну вот я взял захват за штанину Вот так, видите Пальцами вовнутрь И снимаю за счет этого захвата Например, треугольник Я дисквалифицируюсь Если судья это прямо увидит Ну а здесь это как бы достаточно хорошо видно То я дисквалифицируюсь То есть уход и сабмишна С помощью нелегального захвата Это дисквал Помните, Ребзя Знание правил Может спасти результат Вашей схватки А незнание Может убить Все ваши силы И потуги Оставленные во время борьбы На татами И да, кстати Недавно организация РГСА Опубликовала в своих социальных сетях Новую версию правил турниров Rock'n'Rolling Ранее эта организация Ссылалась на правила EGP а сейчас Некоторые ОЧЕНЬ Внимательные БСЖ практики Находят Некоторые Различия Между этими Двумя Роллбуками Может быть Им показалось Может быть Нет Но различия Такие По сути В нашей стране Вполне возможно Что-то в последнее время так принято, что каждый промоушен в нашей стране несколько адаптирует и видоизменяет правила под себя. В итоге от подобного изобретения велосипеда есть, разумеется, и минусы. Например, в голове у спортсменов начинается каша. Правила ACBJJ, AGP, IBGGF, рок-н-роллинг, AIGA, UWW и так далее и тому подобное. Разумеется, каждая лига, каждая организация пытается адаптировать уже известные правила под какие-то якобы российские реалии, удобные непосредственно нашим российским спортсменам и российскому менталитету. Но на самом ли деле это на пользу? Я лично, вот имхо, совсем не уверен, что это идет на пользу развития джиу-джитсу в нашей стране. Ибо развитие джиу-джитсу это еще и развитие наших отечественных брыжекомпетиторов, в частности, которым здесь, на родине, стоит не достигать потолка, а готовиться под большие, под самые большие старты на мировых аренах. А это, как известно, AGP и IBGGF, Only. Именно там можно расти, развиваться, доказывать и проверять свою компетиторскую форму, свои технические умения и прочие компетиторские показатели. И именно там можно заработать настоящий титул, чемпиона Европы, мира и так далее. Но согласитесь, пока ни один из отечественных аналогов компетиторских промоушенов не может спорить и конкурировать с вышеупомянутыми монстрами. Ну, по степени крутости и по статусу чемпионских титулов. Посему, зачем путать атлетов в России, если их, наоборот, стоит приучать к мировым стандартам? Посему, мое мнение, не обязательно каждой федерации изобретать свои новые правила под себя в угоду своей собственной гордости. А брать за основу одну из двух общепринятых версий рулбука. Давайте не будем засорять голову и мешать кашу в голове у атлетов, которые все еще намереваются и мечтают штурмовать подиумы главных площадок мира. Но, в крайнем случае, можно ограничиться правилами AGP. Турниры IBGF сейчас в России не проводятся. Мало кто из наших может себе позволить съездить в Европу или в Соединенные Штаты Америки. Зато поездка в Абу-Даби, по-моему, еще доступна среднестатистическому российскому спортсмену. Ну, по крайней мере, тому, кто мечтает о своем титуле и стремится быть чемпионом. Более того, AGP возвращается в Россию. Постепенно так, я боюсь сказать, вернулось, несмотря на то, что прошло уже два чемпионата. Один в Уфе, другой в Санкт-Петербурге. Я говорю, возвращается и сплевывают, чтобы не сглазить. Кстати, о турнире AGP в Санкт-Петербурге, который прошел в эти выходные. У нас для вас есть записи практически всех финалов, в цветных и в старших поясах, которые прошли на данном ивенте. Так что ждите в самое ближайшее время на ленте BG Freaks ВКонтакте. Ну, может, и на YouTube что-нибудь закинем. «Джиу-сейл! Лучшие рашгарды для бразильского джиу-джитсу!» «Джиу-сейл! Это лучшее, что можно снять с женщины!» Два бомбовых события в мире грэплинга прошли за пределами Российской Федерации. Я бы даже уточнил, в англо-саксском мире. Это 20-й юбилейный «Who is number one?» и 25-й «Полярис». На «Полярисе» в этот раз разыгрывали гран-при в абсолютной весовой категории. И состав был чумачечий. Сплошные звезды, а не люди. Фабриси Андреи, Оуэн Ливси, Жан-Карло Бадони, Марчит Л... Роберто Хименес, Исак Митчел, Кайнан Дуарто, Джейсон Роу. Что не матч, то взрыв эмоций, динамика и техническая феерия. Посмотреть было на что и есть, что пересмотреть. И, возможно, не раз. И, разумеется, увидеть всё это можно бесплатно на BGG Freaks ВКонтакте. Среди главных моментов ивента, например, победа Фабрисио Андрея, встреча с чемпионом ADCC Жан-Карло Бадони. Фабрисио аж всплакнул от переполненности эмоций. Ну и, конечно, победа Кайнан Эдуарте, который забрал главный приз гран-при 30 тысяч их нинских там денег. В формате Who is Number One прошли два гран-при, Welterweight и Featherweight, плюс куча суперсхваток. В категории Welterweight победу одержал Мико Гальвао, в гран-при Featherweight его одноклубник Диого Рейс. Помимо всего прочего, Мико Гальвао забрал приз за лучший сабмишн вечера. Летающий армбар решил исход сватки с Пиджей Барчем в финале. Ну и главным событием была встреча Гордона Райана и Патрика Гаудио. На этот раз в своем имидже Райан совместил образы сумасшедшего профессора и Санта Клауса в межсезонье. Кстати, Гордон в очередной раз уверенно предсказал исход своего матча заранее до поединка, мол, завершит схватку рычагом локти. И не изменил себе. Тем самым, самым изящным образом прорекламировал свой новый видеокурс по рычагам локти, который, разумеется, продается в Америке за бешеные бабосы. Ну а мы выложим его в доступ для подписчиков BG Freaks Premium уже на этой неделе. И знаете, цена пожизненной подписки на премиум дешевле, чем один курс от Гордона Райана. А там этих курсов, хоть с нижним бюстом кушай. И да, там есть все курсы Райана, все курсы Данахера, и вообще все курсы, выпускаемые за последние 10 лет и достойные внимания. Каждую неделю обновления и все такое. Это не реклама, добрый дружеский намек. Также Гордон Райан в постмачевом интервью рассказал, что его вызывал некий парень из России рубануться, скажем, на Аиге. Но Гордон пока не рассматривает всерьез этот вызов. Кстати, напишите в комментариях, знаете ли вы того самого парня, о котором говорит Гордон Райан. Понимаете ли, о чем речь? Интересно, насколько вы внимательно смотрите наши новости, насколько внимательно следите за новостной лентой BG Freaks. И в заключении, приятная новость для нас. Наш паблик BG Freaks ВКонтакте преодолел рубеж в 33 тысячи подписчиков. А это, ни много ни мало, буквально все BG практики в Российской Федерации и в сопредельных русскоязычных государствах. Ну, за исключением тех ребят, которых мы когда-то по той или иной причине забанили. Но мы все равно вам передаем привет, потому что уверены и знаем точно, что вы не можете посмотреть нас в ВКонтакте, зато смотрите нас в Ютубе. Привет вам, ребята! За сим на сегодня все, друзья. Увидимся, услышимся и дай бог продолжим вот этот вот развлекательный информационный формат. С вами были Ньюзости. Всем хорошей недели. Ну и вообще, ос и все такое. Я календарь переверну, весного 3 сентября. Да вот и я, твое взгляну, весного 3 сентября. Почему, да почему, просто за все же нам пришлось. Ведь было все у нас всерьез 2 сентября.